привет народ продолжаю я работать над кристалл кай и начал я вибрить скатать багажник остались у меня там небольшие кусочки где-то 15 на 30 виброизоляция double rigged 4 миллиметровая которая под фен прогрел прокатал вот там у меня я сейчас катаю там не не закатанный участочек остается это номер кузова там вин по моему называется выбитый я его не закатываю в общем на самые нагруженные участки накатал вибру на арки по куску на крыло ушло он там у меня 6 всего-то 6 кусочков осталось вот а все остальное укатываю двоечкой но из control простая мастичная виброизоляция просто недорогая сейчас особо денег нет немножко на другие цели все уходит поэтому как-то так вот обязательно обезжириваю это все дело старую виброизоляцию удалил потому что заметил что на левом крыле там она просто начала трескаться и осыпаться я просто начал отверткой поддевать она начала отваливаться дальше пытался срезать ножом не срезалась но прогрел феном хорошо и срезал в итоге в общем у меня старой изоляции виброизоляции не осталось я всю прогрел и снял где-то ножом снимал где-то шпателем снимал обычным который для шпаклевки используется но в итоге все почистил обезжирил там если где-то пыль остается ничего страшного ну просто много пыли нельзя оставлять ну вот вы видите сейчас там чистенько принципе у меня везде так уголках там немножко есть ну я в углы в принципе и не катают либо протирали по протираю перед тем как прикатывать прикатываю хорошо выгоняем выгоняем весь воздух абсолютно стараюсь чтобы воздуха не осталось если где-то воздух там остается его протыкаю или катаю до такой степени пока он не выйдет оттуда вот это я катаю первый слой ванну я закатал уже у меня была проблема с батарейками вот что-то не знаю плохо заряжается последнее время почему-то поэтому не снимал быстро закатал вот начал катать боковинки ванна уже закатана ванна запаски здесь вот решил вам немножко показать мы пообщаться как говорится по рассказывать немножко в опытом своим поделиться то что я как бы использую своих свои наработки там так далее свои мысли какие-то в общем сливные отверстия вот эти резиновые я не стал закрывать оставил два сливных отверстия в ванночке также не стал закатывать ребра которые просто в воздухе висят там по кусочку в итоге закатая все вот я оставил этот номер чистым не стал его тоже закатывать нарезаю я куски где-то 15 на 35 может быть на 30 ну то есть от листа поперек где-то сантиметров 15 и потом пополам и эти куски уже катаю так удобно и быстро получается кстати вот эта мастичная катается очень быстро ни в какое сравнение не идет с битумной битумную надо греть это довольно таки длительный процесс то есть на один кусочек уходит где-то минут пять наверно иногда больше вот а эту просто обезжирил поверхность прикатал и все ничего не нагреть но конечно эффективность немножко другая но у меня автомобиль будет не спельный то есть это будет повседневный просто автомобиль выступать на замерах звукового давления я скорее всего не буду на нем поэтому просто закатал так ну что немножко комфортнее было что в некоторых местах металл откровенно звенит ну и решил его немножко прикатать валик самый обычный обыкновенно использую металлический виброизоляцию нарезаю на дощечки обыкновенным канцелярским ножом ну и катаю в общем тут в принципе так если разобраться особо сложного ничего и нет самое главное чтобы поверхность была чистая то есть желательно обезжиривать там хотя бы бензинчиком каким-то лучше конечно специализированными средствами есть специальные удалители всяких жиров там тот же бензин калоша тоже подойдет вот ну в общем как-то так у меня получается сразу предупреждаю багажник такое дело если собрались катать то придется там некоторые моменты очень изгибаться мне приходилось залазить багажник целиком и там укатывать то что снаружи не достаешь если достаешь то спина очень сильно устает и сразу хочу предупредить приготавливайте коробку или мешок для мусора потому что бумаги остается немерено от виброизоляции бумага которая приклеена к ней ну чтобы она не липла обдираешь бумажку и потом клеишь вот этой бумаги просто кучи вы выносил в итоге у меня почти вся пачка ушла сюда ну не буду забегать вперед буду рассказывать все по порядку что я делал ну сначала полностью прокатал все в один слой просто укатывал укатал равномерно где-то с нахлёстом старался где-то сантиметр нас ли на предыдущий кусок тела нахлёст получается такое как бы ребрышка жесткости двойная толщина ну и перед перехлёстываешь разрыв получается перекрываешь возможный доступ воздуха или влаги так далее вентиляцию решил не заклеивать потому что ну багажник должен проветриваться если багажник не будет проветриваться там будет постоянный постоянный конденсат влаги мне это не нужно недавно друг приезжал на акценте вот поднимаем стандарт этот коврик вот и под ним влага прям капли вылежат просто и это при том что багажник у него не течет нигде это просто конденсируется влага в общем вот так вот у меня уложился первый слой на этом буду заканчивать ждите следующую серию